Да, скоро 18 сентября будут выборы в Государственную Думу. И эти выборы непростые для Крыма, для крымчан. Потому что это еще один исторический этап. Конечно, достижения есть. И достижения не мои, а достижения коллективные наши. Достижения нельзя разделять мои, вот лично, как прокурора. Я не делю, я не имею права делить. Все, что мною было сделано, все, что сделано прокуратурой Республики Крым, это наш общий труд. Это сплоченная работа нашего самого лучшего коллектива. И я очень благодарна судьбе, что мне удостоилось работать с таким замечательным коллективом. С самыми лучшими ребятами, настоящими офицерами. Поэтому все достижения, которые нами сделаны, ну, во-первых, это 2014 год. Это мы обеспечили законность, правопорядок на период референдума. 16 марта 2014 года, когда они побоялись. Все сотрудники как один стали на защиту Родины, стали на защиту людей. И обеспечили право на самоопределение наших крымчан. Поэтому это самое важное достижение. Мы смогли сорганизоваться. Мы смогли все это сделать. И это самое главное, что мы сделали. Потом встать на правовые рельсы российского законодательства. Это тоже мы сделали. Интеграция в правовое поле России. Это тоже мы сделали. Прокуроры сделали. А количество уголовных дел, которыми мы пресекли деятельность преступную, и коррупционных чиновников, и организационных бандформирований, и организационных преступных группировок, и обычных преступников. Беспринципное. Понимаете, такое вот... Все, что мы сделали, мы делали по совести. И мне не стыдно сейчас смотреть ни крымчанам в глаза, ни кому-либо другому. И я рада за то, что у нас коллектив такой молодцы. Все ребята достойно выполнили свои обязанности, обязательства перед Крымом, перед Родиной. И дай Бог, чтобы у каждого из этих сотрудников было только развитие и радость. Еще достижения? А, Олег Зубков? Уже нет никакого конфликта. Он проиграл суд. Он же предъявил исковое заявление, чтобы я ему возместила моральный ущерб. Иск о защите чести и деловой репутации. Суд отказал в удовлетворении иска. Сказал, что факты являются надуманными, и поэтому не обоснованы его аргументы, не убедительны. Но он, по всей видимости, просто таким способом решил немного прибавить себе популярности, чтобы услышали, кто такой Олег Зубков, что он не только директор зоопарка, а еще глубокий скандалист. Поэтому пусть он развивается, у него замечательный зоопарк, и я уже говорила, что животные, которые находятся в зоопарке его, это действительно уникальные экспонаты, как он говорит. Я не знаю, слово правильное подобрать к этим животным. Вот, ну пусть развивается и пусть работает, но только не нарушает закон. Луганчанам, моим землякам, всем передаю привет, низкий поклон за их мужество, за то, что они выдержали, вытерпели. И желаю Божьей помощи, чтобы все случилось по воле Божьей и над Луганской землей. Снова засияло мирное небо, ясное солнце, чтобы детки ходили в школу, чтобы родители не переживали за них, чтобы открывались храмы, строились, и чтобы, самое главное, наступил мир. Конечно, это те иконы, которые были подарены мне и на день рождения, и мои иконы, которые приобретены мною лично давным-давно, и перешедшие ко мне по наследству иконы. То есть все иконы личные, иконы, которые принесли просто прихожане, просто которые решили пожертвовать иконой и отдать храму, часовне. Две иконы чудесные, Пресвятой Богородицы и Спасителя, они привезены из Луганской Народной Республики. В монастыре монах написал эти иконы, и наши ополченцы, ребята, привезли, подарили часовне. Они очень большие, тяжелые, ну, красивые. Одна икона царственным страстотерпцам написана на Урале. Одна икона, которая вот буквально недавно была завершена, это вообще удивительная икона, державная икона Пресвятой Богородицы. Она выложена мозаикой, одна техника и технология, которая применялась к мозаике в Константинополе, в храме Святой Софии, тоже Пресвятая Богородица. Мы взяли аналог и по аналогии сделали, установили эту икону чудесную, удивительную. Она ночью просто светится ярким светом, без освещения. Вот младенец, Спаситель, который на руках у Пресвятой Богородицы, он светится просто так. Да, Крым, это же моя жизнь, здесь живут мои родители. Я здесь выросла, я крымчанка, поэтому, конечно же, Крым, он и останется Крымом для меня родиной, второй родиной. Я родилась в Луганске, выросла до 9 лет, а с 9 лет расту, и вся жизнь моя проходит в Крыму. Поэтому Крым, это для меня вторая родина. Я его, конечно же, не оставлю. Буду жить в Москве, буду жить в Волгограде, в Петербурге, в Екатеринбурге. Россия большая, и как судьба повернется, я не знаю. И я готова служить на благо России на любой должности. Я не знаю, кем я буду. Конечно, одеваю джинсы, футболку, очки, иду в ресторан. Иду, гуляю, и очень радуюсь, когда люди воспринимают. Если кто-то узнает, и положительно так тихонечко подойдут, Наталья Владимировна, это же вы? Я говорю, а что? Ну, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, конечно, можно. Спасибо вам за то, что обращаете внимание, и я радуюсь этому.